всем привет с вами прия и сегодня произошло то что наверное я думал не произойдет на самом деле никогда я какой-то степени возвращаюсь к фарму гарнизонов я не знаю что произошло но что-то произошло на самом деле смотри вот говорю что-то пацаны говорю что-то произошло для того чтобы я фармил их вновь а произошло то собственно то что я же начал за дк играть кто хотя бы там на стримчиках был либо смотрел недельные скрытия сундуков те люди видели эту картину что я сидел на дк и фармил какую-то долю шмотом вот фармил 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 суть то какая я так посидел подумал ну вот играю я им сейчас на дракона море хорошо допустим играю поиграю может недельку-две потом трансфер ну а ведь на всякие там барабаны на пот и на флас очки голда же нужно верно вот да там у меня сколько есть 26 почти тысяч голды ну это чё это деньги что ли не это пацаны это мало это очень маленькая сумма на самом деле если что как разложить ювелир и вот так красиво вот и надо думаю фармил галду а я вспомнил то что перед тем как я отправился на регион я закинул фулейшие заказы и в хлев и в мастерские начертателя то есть мастерских начертателя я накрафтил карты которые я сейчас сижу вскрываю вот конкретно с хлева дикая кровь дикая кровь это чистая голда 1 единица дикой крови которая делается за четыре часа это 50 голды а персонажи у меня на дракона море осталось но сколько получается с этим хлевом раз два три четыре пять шесть семь между прочим пассивный доход вот только клетки вновь я не собираюсь налавливать как ты делал раньше те что остались просто послевать и вообще отлично будет вот почему вообще там на дракона море что-то у меня создавалось почему откуда все это вообще вы спросите почему там потом горду не вообще где-то мелькает при моей игре объясняю изначально когда я начинал играть а начинал я играть в августе 2009 года это было очень давно на самом деле но я играл так переменно относительно то есть мол типа месяц играю полгода не играю потом 5 месяц играю потом опять полгода не играю и в итоге еле как еле как к сентябрю десятого года за три месяца до выхода катаклизма и я апнул 80 левел на своем варе это все было на дракона море почему на дракона море потому что одноклассник которому я пришел в гости он сидел играл варкрафт за чернокнижника за орду за нежить я ему говорю давай мне создадим персонажа я поиграл какое-то время на его учетной записи еще раньше даже была уж только потом в августе 2009 мы сделали именно мне учетку вот так вот так что знакомство с миром варкрафта произошло бы мне еще очень и очень давно скажем так ну и все сидел играл играл на дракона море постепенно создавал твинков постепенно развивал на них профессии создавал новые классы расы после война первым же моим твинком альтом не понимаю кстати чем отличие если честно стал дк что самое было замечательное то ли видеокарта у меня какая-то была не очень то ли что ну потому что на самом деле это с видеокартой все было связано я потом сделал из этого вывод то что когда я заходил на дк на своем компьютере у меня вылетал синий экран просто синий экран игра не пускала меня поиграть за рыцаря смерти ну и как то его кач отсрочился на некоторое время но потом вдохновившись новыми идеями я начал качать уже там мага приста чернокнижника охотника разбойника и множество других классов на самом деле ни одного из них я не удалял и все они сотового левела сейчас текущий момент висят на дракона море вот а суть то в чем почему я ушел на гордуне и как я уходил на гордуне в июле тринадцатого года я собрал свой статик я и релил какое-то время у меня есть в этом опыт вот состав собрался очень быстро люди приходили парами то есть допустим танк плюс хилл хилл плюс дамагер хилл плюс хилл и за четыре часа реального времени был собран полностью статик десятка готовы рейдить в престоле гроз на тот момент времени а потом уже дальнейшем и в осаде аргримара рейдили все хорошо все классно пришлось состав распустить в апреле пятнадцатого года причина слишком мало людей начала приходить на рт и вообще в принципе начали так подзабивать на игру мягко говоря убили кое-как чернорука и я уж там даже не помню чур хэмми его или подожди хэмми фиг хэмми убили чернорука в хэмми все а чё дальше дальше я посидел месяц без рейдинга и подумал то что надо надо что-то делать надо куда-то идти вспомнил о том что писал заявку еще летом четырнадцатого года по гильдию на гордуне лига сибири и трансфернулся к ним начал рейдить там все уже освоение цд или адского пламени шло конкретно с ними ну и потом через пару месяцев я начал стремить вот в тот момент когда я переносил персонажа переносил я изначально воина с дракономора на гордуне я взял максимальное количество голды с собой в гильдбанке насколько я правильно помню тогда лям был голд кап и мне пришлось всего лишь лям переносить а после подумал то что ну вот играю сейчас на гордуне к чему я вообще тогда раскачивал тринков на дракономоре надо бы дракономорских то тоже персонажей на самом деле задействовать ну и все и начал фармить и на дракономоре получается и на гордуне на гордуне решил то что с одного чисто вара прироста голды будет мне не хватать и решил вкачать паладина потом приобрел легион получается апнул друида потом посидел подумал думаю к легиону конкретно к выходу дополнения надо переносить других персонажей с дракономора думаю а зачем с какой целью а с целью того чтобы всю накопленную голду с дракономора перенести на гордуне это было где-то около шести лямов еще разок трансфер но с гильдбанком и вот итоговая сумма вся к началу легиона была на конкретно гордуне и все было отлично сейчас же задумка по прокачке рыцаря смерти все вполне классно с ним кстати давайте посмотрим шмот его ну то есть два тир куска элфаер нормал ну и тут такие другие шмоточки есть у ромарский сет 55 артефакт я тут душу дкшную ковырял кто 55 тринкета стырил ну две легендарочки хочу запястья легендарные может за место пояса подумаю буду ротировать как вариант вот ближайшее время трансфер на дк со всей накопленной голдой с дракономора она перейдет на гордуне трансфере скорее всего буду путем продажи жетонов сколько у нас там нынче трансфер стоит услуги перенос персонажа 1350 это почти три жетона да то есть придется три целых жетона слип то есть это почти 600 тысяч голды даже чуть больше 650 да дорогое удовольствие но она того стоит на самом деле дк очень силен в них плюсах море превосходств над воином и бр и тяжкие и рдд кики костов да все есть хочу 10 минут скрываю карты нормально один эпик всего лишь упал понимаете как мало да вот говорит при карты говорит не занерфили все нормально я понимаю конечно но все же была тема о том что их занерфили еще давно давно так что я верю всегда только себе и тому что конкретно я вижу еще получается белых зеленых ну получается белые карты они от одной медной до одной голды зеленые карты по 5 голды я вскрыл повторно а по 10 20 продал 6 торговцу и синенькие 50 100 голды то есть это что получается они там на 1900 продались и карта на 6 но нормально ладно короче всех вам благ счастья там здоровья не несчастье здоровья я знаете это глянул ради прикола хочу у меня вар одет знаете это смешно на самом деле эпох плюс викли чест эпох плюс рейдовая шмотка эпох плюс релики все смех плюсов один только там с недельного сундука упал тринки стат стики за осколки колечко за это самое за мех плюс кольцо с рейда подаренная мне замечательным друидом когда рейда со зрителями собирали сундук за мех плюс с каражана верхнего мне повезло упала с них плюса это тоже повезло упала и легендарка ощущаете да сколько у меня рейдовых шмоток одеваемся пацаны всех благ счастья здоровья лута вам побольше голды и торговка травой короче до скорого